Обороной и освобождением Кировограда. Василий Иванович сказал, что здесь есть вещи, которые очень много знали. Я знаю столько же, сколько знает коренной Кировоградец моего возраста. Может чуть-чуть больше. Чуть-чуть больше потому, что в производстве оборонной продукции Красной Звезды перед войной участвовали и мой отец и мать, работающий в заводе. Чуть больше, может еще и потому, что с первых дней оккупации Кировограда отец и мать вступили в подпольный партизанский отряд. И до расстрела в декабре с 1941 по 1944 год, днем и ночью вместе с подпольщиками боролись с фашизмом и отдали свои жизни так же, как и эти славные ребята, которые доказали, что фашистам тут не сладко будет, что в Советском Союзе их ожидает смерть на каждом шагу. Мне бы хотелось еще обратиться к Кировоградцу Ивановичу, вернее к вам, с уверенностью, что вы все меня поддержите, если я выскажу просто чисто человеческое спасибо руководству нашей партийной Кировоградской городской партнеризации вот за такие мероприятия, за священную память таких событий, таких как сегодня и подобных им. Я считаю, что эти акты – это акт священной памяти, это акт благородства, это акт благодарности, наконец, это акт воспитания молодежи, чтобы люди знали, особенно молодежь, знали истину героизма советских людей, чтобы люди знали правду о великой победе в Великой Отечественной войне. Я думаю, так, Владимир Владимирович, продолжать будем, наверное, все, в первую очередь, коммунисты нашей партии, чтобы Кировоградцы знали, что такое патриотизм, что такое любовь к Родине, что такое добро, что такое правда. Спасибо.